приветствую вас на канале цветомания сегодня у нас воскресенье привоз немного раньше привезла получилось с мужем договориться пораньше забрать вот так скажем у нас пока с малышкой дома сидит я по-быстрому все разобрала одна коробка сегодня было поэтому все получилось быстро есть новинки есть фиодендроны колотейки которых давно не было но все по порядку новинка у нас это эпипремном global green если какие-то ошибки будут в процессе я вам подпишу все при монтаже точно название чтобы на меня не обижались не говорили что там какую-то ерунду говорю здесь довольно пышный кустик посмотри сколько здесь точек роста как обычно это бывает нарезают стволики на черенки вот видно да и от них уже растут боковые детки но детки хорошие в том плане что и листочки не мелкие бывают обычно знаете от промежуточных черенков там бывают небольшие листочки как бы долго детки приходится растить чтобы получились крупные растения крупные листочки у растения тут вообще очень хорошо очень красивый узор у него листочки такие компактные есть местами вот тут вот например покрупнее листочек вот но он больше зеленый а здесь вот такие более округлые наверное и вот с таким причудливым окрасом вначале он вылазит такой более салатовый цвет лимонный со временем он зеленеет и становится вот таким вот но окрас виден опять же новинка это антуриум декоративно-лиственные названия пропишу при монтаже разочарование ждала 20 штук видите две палетки приготовила а по факту как видите пришло 12 меньше вот такая красота во взрослом его варианте найду в интернете приложу при монтаже какой он красавец очень красивый окрас сервер баланш по-моему назовется одно растение в горшочке очень 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 симпатичный многие ждут его наверное поставку начала выкупать только из-за него когда увидела предложение было 20 штук повторюсь а пришло 12 видимо только палет поставили буду писать рекламацию чтобы не сделали возврат по недостающим позициям поэтому пока так здесь у нас фиодендрон фиодендрон предложению совсем по-другому был по факту это фат бой или там еще как-то его называли девочки все при монтаже пропишу троплюсь немножко вспоминать просто нет времени фат бой отличаться своими вот этими вот толстыми стволиками черешочками вместо того чтобы такие тонкие то веточки быть у него вот такие он уже был в привозе вот эти вот желтые листочки они были и в предложении сказать точно что это такое я не могу а потому что идет развод от центра то есть если бы это был какой-то там загнивание корней то это было бы сразу пожелтение всего листва именно от центра вот ну отсюда а если это идет вот таким образом то есть на фотографии предложение именно вот с этими пятнышками он был тут видите по краю идет если бы было это от воздуха воздух был бы сухой бы были бы еще сухие края а так вот я даже не знаю что такое назвать этого регатности сложно но и каким-то загниванием тоже сейчас я сделаю на паузу покажу корни чтобы видно было не смогла я достать по одной простой причине только потому что вот здесь вот корни видны из горшка и то есть если я буду их вытаскивать а просто их травмирую здесь вот видно воздушный корень и здесь вот тоже корни оплетены то есть в принципе внутри получается корни нормально причина вот этих желтых пятен мне непонятно опять же если бы любые какие-то проблемы садовник бы не стал фотографировать с такими вот желтыми разводами не знаю кто стал стал к сталкивался с такими пятнышками напишите в комментариях что это может быть я вот честно сомневаюсь что это варегатность не варегатность назвать ее сложно так ну вообще факт есть факт что вот желтые пятна есть и что такое в общем не знаю будем смотреть во первых как они будут себя вести вот но грунт сырой грунт сыроват есть местами более-менее сухой есть по сырее в общем по заказам всем отпишусь если не получится сегодня то уже завтра напишу также у нас из малявочек есть такая главная мка red валентин пришло совсем мало тут три штучки я выкупала там была возможность поменьше выкупить вот такая она в крапушку так она на фотографии была ну типа такой больше розового там было вот они пришли вот такие три штучки вот они такие вот более зелененькие что ли а зато порадовала лаказия black velvet она пришла довольно недорогая пусть тут три листа вот но зато стоит какая она большая то есть если сравнивать с моей ладошкой то вот она какая высокая классная листочки крупные вот они листочки считаю все шикарные экземпляры вот они тут у нас крупная вот крупная как у как у взрослого растения такое ощущение что найти отсадили от взрослого растения деде ленку да и вот ее посадили шестой горшочек корни там видно светлая прекрасная вот что еще у нас есть у нас есть монстера очень дешево получилось ее выкупить название не выговорю боюсь в произношении произношение немножко ошибиться получу при монтаже правильно напишу подпишу очень крупная знаете напоминает чем-то на карстриан но судя по размеру листа и по гладкости его по гладкости листа немножко формы тоже есть отличие похоже но наверное совсем другое вот сейчас посветле сделала вот такая красота обратно сторона листа вот такая вот и всего четыре штучки пришлось уже там заказы поставили вот такая красота вот смотрите сколько тут растений в горшке раз два три внутри то точно есть и вообще на раньше было около четырех тысяч а тут где-то в 1600 1800 ну вот недорого получилось выкупить и и вот поэтому взяла там притом знаете как интересно мне написали про нее все до этого видела ее у другу в других группах предложений но что-то как-то думаю ну ну похоже на карстриан думаю не знаю если кто нибудь напишет попросит ее я его куплю и вот как представляете как будто кто-то меня услышал меня одна из цветочниц местных у нас написала мне спасибо ей большое кстати за это выкупила я партию то есть если вы увидели где-то интересное предложение вы можете мне в контакте написать либо на ватсап а я уже поищу в закупке если это или нет то есть если то есть я вам выложу в альбом вы можете нам поставить бронь либо в личку напишу размеры там но по-разному бывает допустим фиодендрон фанбан сейчас я достану его кстати вот он бывает разных размеров вот в таком варианте он стоит недорого до до 2000 рублей а есть более крупные экземпляры соответственно и горшок крупнее и сами размеры листьев тоже крупнее пришел такой мятенький он всегда такой в плане адаптации капризники поэтому увожу я стараюсь только под заказ его вот его лучше сразу пересаживать и каким-нибудь фунгицидом обрабатывать чтобы у него никаких пятнышек не было тут вот пока травмирование идет по листу в процессе транспортировки вот но чтобы не было никаких дальнейших пагубных пятен лучше вот как говорю его сразу обработать лучше даже замочить наверное в каком-нибудь фундазоле кстати вылечила тут хойку свою любимую ондулату моя любимица фундазолом вылечила как-нибудь в инстаграме будет время расскажу про нее редко выхожу в stories показываю что-то из своих растений там так как сижу дома в растении которые в магазине у нас я не показываю потому что практически все время я уделяю дому быту и ребенку поэтому показываю свои растения там мне кто-то просил пока пожалуйста покажите снимите обзор на свои растения обзора не будет буду частично по одному растению где-то так показывать что у меня есть ну вдруг кому-то будет интересно заходить в инстаграм всегда рада буду такие вот дела вот такое тут два растения в горшочке как и в прошлый раз один горшочек там подгнил одно растение осталось буду также писать рекламацию туда в голландию посмотрим что они мне ответят потому что раньше подобных ситуаций не было получается либо погибает растение полностью я пишу либо но не погибает я стараюсь меньше жаловаться так скажем да чтобы отношение ко мне было получше то есть если где-то погибает какое-то маленькое растение недорого там например если бы погибла одна бы блок вельвет я бы за нее даже рекламацию писать не стала но чисто человеческий фактор наверное так скажем из-за одного маракаться да и потом отношения портить с людьми тоже не хочется все равно понимаю компания них гораздо больше чем моя и моя маленькая пышечка для них это в общем-то капля в море вот поэтому портить отношения не хочется хочется возить цветочки дальше поэтому большинстве случаев я замалчиваю некоторые косячки их что у нас дальше нас дальше колотейка колотейка little princess довольно редко сейчас у нас встречается давно давно ее не было появилась она наверное где-то перед новым годом но в большом экземпляре в девятнадцатом горшке как только голландцы ее не коверкают по названию и суперстар и как-то там джессика и еще как-то ее называли но по факту это есть little princess тут как бы ее как ни крути она одна она такая вот пришла довольно тоже недорого в пределах 1000 рублей если раньше она была у нас тысяча триста пятьдесят это прям вообще ну как бы недорого а до этого по полторы не были поэтому вот цена сейчас это считаю удачи такое выкупить вот такая вот красотища их у меня шесть штучек все под заказ не всем хватило к сожалению если наберется еще на партию там пять человек до желающих то я выкуплю этой закупки чтобы она выехала получается нас уже завтра вру во вторник завтра же понедельник у нас немножко путаю еще дни то что привоз все кажется что в понедельник у нас так ну что там на что я все рассказала что забыла забыла вот сэнсеверия сэнсеверия хани грей хани грей сейчас поярче какую-нибудь выберу вот такую например была до этого у меня ханька приходила тоже под названием хани грей вот но по факту вот silver frost да вот именно вот это вот она и есть silver frost а та которая до этого приходил себе давайте сейчас я принесу покажу сравню вот такая нам приходила до этого то есть смотрите здесь вот серые места мы были но по краю было прям много-много желтого сейчас смотрите какая растет середина практически вся желтая вот чуткость навела видно вот конечно травмированные но это было от этого транспортировочных тогда еще вот этот весь центр это выросло у нас лампы есть но не такие яркие но все равно смотрите как красиво она выросла больше похоже чем-то на голден какой-нибудь там хани голден не знаю вот тоже яркая опять же время покажет может быть вот эти зеленые серединки у листа станут вот такими же серенькими а теперь сравниваем вот с этой silver frost вот у меня дома вот такая же вот у меня такая же опять же если будет время в инстаграме покажу вот она у меня прям ровным счетом вот такая же серенькая серенькая и я считаю что то именно вот silver frost которая которая должна быть такая вот красоточка их у меня пришло 12 штук выкупала я кстати меньше как-то вообще последнее время сайт работает странно вроде выкупаешь меньше а когда там кратность стоит небольшая да а по факту не тебе палетку дают и это я узнаю только когда мне инвуис присылают ну как бы типа накладной до голландской так что вот такие вот отличия у нас идут кто до этого брал вот эту можете посмотреть сравнить вот такая ли у вас она сейчас может быть у кого-то на солнышке стоит больше там на кошке с подсветкой может быть она у вас так такая же стала ну и самая ароматная часть на сегодня это у нас анцидиум твинкл ну это просто невероятный аромат всегда когда их привожу это просто бомбические запахи в магазине стоят я их беру только тогда когда они недорогие чтобы можно было их ну в принципе кому-то интересно было бы выкупить плюс я еще смотрю чтобы бульбочек вот этих было достаточно в горшочке потому что иногда от влажности одна-две уходит и чтобы хотя бы две-три штучки оставались на развитие на адаптацию дальнейшую зиму танцидиумы в прохладном месте так что если у вас холодная кошка но приемлемая температура там хотя бы плюс 15 чуть меньше да то в принципе можете там зимовать и и цветет ну просто невероятно ароматным запахом сейчас посмотрю чем вот это вот какая-то прям как это карамель с пряными нотками какой-то прям специй не могу сказать желтенькая сейчас скажу какая у нас у нее более нежный цвет запаха больше к ванили наверное да такой но такая насыщенная ваниль и любимый белый почему-то он всегда больше всем нравится плане аромата он не такой терпкий что ли скажем но он довольно хорошо кстати цветет обильно на мой взгляд вот из всех кто приходил когда-либо у меня энцидиумы белый всегда обильнее цветет вот ну лично по моему опыту может быть так просто прикормили голландцы ну вот делюсь тем чем есть может быть вы покажете свои красивые энцидиумы что у вас дома растут цветут присылайте фотографии ватсап я обязательно покажу как-нибудь видео с вашими хвастиками интересно такая задумка да получается если кому интересно кто хочет показать свое какое-то достижение скажем у кого-то большой там монстера выросла там красивая альба например или вот красивый орхидейка цветет присылайте мне фотографии там пышного цветения к примеру я обязательно ставлю их в конце ролика например да чтобы люди другие тоже посмотрели и порадовались за вас может быть какой-то секрет расскажете тоже могу поделиться я сплетница та еще могу зарафана радио пустить вдруг кому-то опыт будет ваш тоже полезен сейчас понюхаю его и тоже вам скажу ну вот он такой же как ваниль вот как желтенький да но он менее насыщенный по аромату более приятный наверно то есть если дома его держать то он будет у кого-то например чуткое обоняние кто не любит например как цветут хой или еще какие-то там орхидейки которые гибридные не не любит когда яркий аромат то это вот наверное тот вариант который нужен здесь будет более яркий аромат ванили а здесь получается со специями запахнут то есть такой специфические запахи ну в общем смотрите сами а мне вот нравится все я бы наверное все поставила разные комнаты и нюхала бы ходила бы от удовольствия млея ну так что вот наверное и все хочу сказать что в следующую закупку слава богу мне удалось выкупить алаказию антра то есть в прошлый раз я рассказывала я ждала ее но не получилось у меня сняли из отгрузки я сильно-сильно расстроилась думаю ну все упустила руки опустились у меня чуть ли не заревела потом смотрю на меня снова получилось ее выкупить в общем слава богу все сложилось но фиодендрон который там был тоже просто по лимиту у меня не хватило уже в этот раз закупилась очень даже на большую сумму скажем и следующий перевоз будет большой там много что интересного будет старалась по заказам тоже немало выкупать но и интересных позиций тоже также рубрику что будет следующий раз можно повторить как было до этого до нового года я вам показывала вот немножко конце видео оставлю место покажу весь привоз и в процессе просто приложил фотографии которые будут следующий раз на следующий понедельник получается на поступление вот немножко помолчу нет таки молчать и не умею болтушка я и счета обычно знаете когда работала перед новым годом ко мне приходили заговаривалась с некоторыми прям чуть ли не не до часу вроде дети с двумя детьми пришла болтаю как-то еще в общем поболтать я люблю все фотографии приложу что-то интересного даст и новинок в конце вот сейчас и остальное наверное уже покажу когда будет привоз следующий понедельник ну что на этом наверное все если было кому-то полезно ставим палец вверх подписываемся на канал ставим на уведомление чтобы не пропустить следующее видео по привозу возможной на недельке если будет возможность что-нибудь пересадим вместе если у вас есть какие-то предложения по другим вариантам видео что-то хочется вам узнать из интересного да к примеру если я обладаю информацией какой-то я могу поделиться не вопрос либо в процессе пересадки расскажу какую-то информацию либо еще что-то в общем пишите в комментариях свои вопросы поотвечаю либо запишу их из отдельное видео запишу уже дома например сделаю домашнее видео ответы на вопросы я люблю поболтать поэтому вот в общем заговорилась уже побежала я наверное не звонят уже все еще раз спасибо всем за просмотр спасибо за внимание каналу и всем пока пока